Садитесь, Корней Иванович! Сходите! Здравствуйте! Ребята, ребята, а где же мы посадим Корней Ивановича? Да. Где мы посадим Корней Ивановича? Быстренько принесите Корней Ивановичу кресло, которое вы для него приготовили. Хороший кресло. Садитесь, Корней Иванович. Садитесь, Корней Иванович. Что это такое? Вот так. Ну, ребята, по-моему, вы не поздоровались еще с Корней Ивановичем. Вот. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Вот что, ребята, я хотел вам прочитать одну свою сказку. Только у меня горе такое. Я не умею хрюкать. Вот тут нужно хрюкать, а я никак не умею. Может быть, вы мне поможете? Ну, как вы хрюкаете? Плохо, плохо, надо лучше. Хрюкать, 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 хрюкать. Это уже лучше, да. Вот я вам прочитаю. Замяукали котята. Надоело нам мяукать. Мы хотим, как поросята, хрюкать. Еще одно. Очень хорошо. А за ними и утята. Не желаем больше крякать. Мы хотим, как лягуша-то, квакать. Квакать, квакать, квакать. Свинки замяукали. Мяук, 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 мяук. Кошечки захрюкали. Квакали, уточки заквакали. Квак, квакали. Курочки закрякали. Кряк, кряк, кряк. Воробушек прискакал и коровой замычал. Прибежал медведь и давай реветь. Ку-ка-ре-ку! Ну, то дальше, вы знаете, они сначала были плохие, эти все звери, потом они стали хорошие, и тогда вот что. Гуси начали опять по гусиному кричать. Города! Кошки забурлыкали. Птицы зачирикали. Кошени заржали. Мухи зажужжали. Лягушата квакают. А утята крякают. Поросята хрюкают. Хрюк, хрюк, хрюк. Кошечки мяукают. Мяу! Мяу! Может быть, вы мне поможете. Вот посмотрим, посмотрим. Жил на свете человек скрюченные ножки. И гулял он целый век по скрюченной... Дорожке! ...дорожке. Спасибо. А за скрюченной рекой, в скрюченном домишке, Жили летом и зимой скрюченные... Мыши! Мышки, верно. И стояли у ворот скрюченные ёлки. Там гуляли без забот скрюченные... Волки! Волки. Ну, как это вы знаете? Я думал, медведи. И была у них одна скрюченная кошка. И мяукала она, сидя... Отрожка, ну какие вы молодцы! Вы же умеете все стихи писать. А за скрюченным мостом скрюченная баба По болоту босиком прыгала, как... Жанна! Чудно! Ну, какие вы все поэты! Тут чудно хорошо... Спасибо. Спасибо. Ну, теперь, ребята, дорогие, Если вы ещё хотите слушать, Может, вы уже нам устали? Спасибо. Вот, тогда я вам прочитаю по-французски Одну свою сказку. Я пишу французские сказки Для своей правнучки написал я. У меня есть правнучка Машенька, Я для неё написал сказку по-французски. Кто здесь знает французский язык? Ну, ты переведёшь тогда Для детей, которые не знают французского языка. Жила-была мышка Мауси И вдруг увидала котауси У котауси злые глазауси И злые-призлые зубауси Увидала котауси Мауси И замахала хвостауси Ах, Мауси, Мауси, Мауси Подойди ко мне, милая Мауси Я спою тебе песенку Мауси Чудесную песенку Мауси Но ответила умная Мауси Ты меня не обманешь, котауси Вижу злые твои глазауси И злые-призлые зубауси Так ответила умная Мауси И скорее бегом от котауси Вот, все вы знаете по-французски Вы знаете даже, что такое зубауси Зубауси А что такое глазауси Зубауси Да Вот не могли бы вы сейчас нам загадать Какую-нибудь одну из ваших загадок Вот я одну загадку Я сам своими глазами видел Она так начинается только Две ноги на трех ногах А четвертая в зубах Это я видел Я вам расскажу, что это такое Две ноги Это мальчик У него две ноги Он сидел на трехногом стульчике И ел ножку курицы Вот я и сказал Две ноги на трех ногах А четвертая в зубах Вот слушай, что было дальше Вдруг четыре прибежали И с одной убежали Подскочили две ноги Ухватили три ноги Закричали на весь дом Да, тремя по четырем Но четыре завизжали И с одной убежали Вы знаете, это собака, да Это значит Украл куриную ножку А куриную ножку А мальчик взял табуретку И посомкал Верно, верно И гусил этим стульчиком Совершенно верно Вы чудно отгадываете Загадки Корнеевна Да А вот у меня здесь есть в руках Замечательная Одна ваша викторина Вот немодельник Да Викторину Викторина из ваших произведений А, позвольте Да, да Вы знаете, что такое викторина Это надо отгадывать хорошенечко, да? Да А вы можете отгадать? Посмотрим Да Вы знаете, у меня перепутались все сказки Я уже давно их написал И забыл, какая где сказка И вот у меня что вышло Пошла муха на базар И купила самовар А за ней комарики На воздушном шарике А за ними раки На хромой собаке Это какие сказки? Муха-то-базуха и тараканище А за ними вилки Рюмки да бутылки Чашки да ложки Сказки Петровина горя А за нею пирожок Ну-ка, съешь меня, дружок А за ней бутерброд Подбежал и прямо в рот Там акула-каракула Нипочем, нипочем Мы акулу-каракулу Кирпичом, кирпичом Мы акулу-каракулу Кулаком, кулаком Это пармалей Что это такое? И вот живой городовой Явился вмиг перед толпой Утроба крокодила Ему не повредила Ну, вы чудно знаете Все эти сказки Спасибо Я теперь знаю Что, откуда у меня Корнеева Вот у меня есть еще Одни ваши стихи Да По-моему Ребятам было бы интересно Их услышать Наверное, они их еще не слышали Да, я с удовольствием Прочитаю Если вы еще не устали Ребят Рады, рады, рады Светные березы И на них от радости Расцветают розы Рады, рады, рады Темные осины И на них от радости Растут апельсины То не дождь пошел Из облака и не град То посыпался Из облака виноград Так бегите же за мною На зеленые луга Где над синей рекою Встала радуга-дуга Мы на радугу вскарабкаемся Поиграем в облака И оттуда вниз По радуге На салазках На коньках Хорошие? Понравилось? Ребята, ребята А мне как понравилось Как ты вообще Хорошо читаешь стихи Про бутерброд, да? Он, я не знаю, что он читал Но мне, конечно Он про бутерброд читал Очень хорошо Только, ребята, немножечко Отодвинься, Корнея Ивановича Корнея Ивановича Вы совсем задавили Теперь Корнея Иванович Вот я слышал У ребят Есть такая просьба Так как у нас Каникулы И Новый год Недавно был И все были На праздниках Новогодние елки Не смогли ли бы Прочитать нам стихи Что-нибудь О Новом годе О елке? Были бы у елочки Ножки Побежала бы она По дорожке Заплясала бы она Вместе с нами Застучала бы она Каблучками Закружились бы На елочке Игрушки Разноцветные Фонарики Хлопушки Завертелись бы На елочке Флаги Из пунцовой Из серебряной бумаги Засмеялись бы На елочке Матрешки И захлопали бы От радости В ладошки Потому что Нынче ночью У ворот Постучался Развеселый Новый год Новый, Новый Молодой С золотой Бородой Ну давайте еще Новый, Новый Молодой С золотой Бородой Чудно Очень хорошо вы читаете Ребята А давайте попросим Корнея Ивановича Еще нам что-нибудь Почитать Корнея Ивановича У нас у ребят Еще есть время Корнея Ивановича Почитайте Да Почитайте еще А что же я могу Прочитать Пожалуйста Я с удовольствием Вам бы Прочитал Ну что-нибудь Такое Хорошее Из своих К Вот Кто из вас Запомнит Такую вещь Ребята Только хорошенечко Чудесная память у тебя Ты должно быть Ты должно быть отличник Да Превосходно Все запоминаешь Ты должен учиться Очень хорошо Если ты так Умею память у тебя А ты можешь Я могу Да Пожалуйста Шла козла С колбасой Правильно Может ты можешь Нет Шла козла Ну Вот он хочет Да Ну пожалуйста Шел козел С косой Козой Шел козел С босой Козой Шла коза С косым Козлом Шла Коза С босым Козлой Очень хорошо Давайте его хлопать Молодец Шел козлой Он все сделал Корнеев А может быть вы хотели бы Чтобы еще ребята Почитали какие-нибудь Ваши стихи Ребята Кто Вот мне говорили Что прочитал Вот этот Молодой человек Прочитал Он будто бы Бутерброд Он прочитал Да Может позволите Я прочитаю Тогда бутерброд Конечно Попросим Корнеев Иванович Прочитать А потом его А потом его Потому что он знает Еще что Закаляку Да Ты знаешь Закаляку Вот так После Корнеев Ивановича Ты прочитаешь Закаляку Как у наших ворот За горою Жил да был Бутерброд С ветчиною Захотелось Ему прогуляться На траве Мураве Поваляться И сманил Он с собой На прогулку Краснощокую Сдобную Булку Но чайные Чашки В печали Стуча И бренча Закричали Бутерброд Субосброд Не ходи Из ворот А пойдешь Пропадешь Муре в рот Попадешь Муре в рот Муре в рот Муре в рот Попадешь Ну вот соревнования Ну вот ребят Мне 78 лет А тебе 8 да Вот 78 и 8 Давайте соревноваться Ну вот ребят Понравился вам Как Корнеев Иванович Большой Ну давай Ну тогда сейчас Пошло у нас соревнование Тогда он тоже просит Еще Нет бутерброд Мы послушаем Как ты читаешь Как у наших пород За горою Жил да был Бутерброд С ветчиною Захотелось ему Прогуляться На траве Мураве Поваляться Бутерброд Сумас брон Не ходи Из ворота А пойдешь Пропадешь Муре в рот Попадешь Муре в рот Муре в рот Муре в рот Попадешь Чудно Теперь ты нам Прочитаешь Закаляку Да И сманила С собой На прогулку Краснощепую Сдобную Вот ребята Прочитаем Закаляку Закаляку Ну давай Закаляку читай Раз ребята Прочитаем Дали мурочке Тетрадь Стала мура рисовать Это козочка рогатая Это елочка мохнатая Это дядя с бородой Это домик с трубой Ну а это кто такое Непонятное Чудное С десятью ногами С десятью рогами Это бяка Закаляка Кусачий Я сама Из головы Ее выдумала Что ж ты бросила Тетрадь Перестала рисовать Я его боюсь Чудно Прочитал Правда Только характер Санатом А вот у нас тут ребята Читали Федорина горя Они очень любят Эти стихи И они бы очень хотели Услышать хотя бы Отрывочек В вашем исполнении Я читал Федорина горя Им как раз Не им А в переделкине Я читал Федорина горя Ну вот эти ребята Не слышали Да вы ребята Не слышали Как Корнеева Нет Ну что тут Я не умею Я сегодня охрип Мне трудно читать Вот я прочитаю Чудо дерева Чудо дерева Раз Корнеева Как у нашего мирона На носу сидит ворота А на дереве ерши Строят гнезда Из лапши Сел баран На пароход И поехал В огород В огороде-то На грядке Вырастают шоколадки А у наших У ворот Чудо дерева Растет Чудо 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 Расчудесное Ни листочки На нем Ни цветочки На нем А чулки Да башмаки Словно яблоки Мама По саду Пойдет Мама С дерева Сорвет Туфельки Сапожки Новые колошки Папа По саду Пойдет Папа С дерева Сорвет Маши Камаши Зинки Ботинки Нинки Чулки А для Мурочки Такие Крохотные Голубые Вязаные Башмачки И с помпончиками Вот какое Дерево Чудесное Дерево Эй вы Ребятки Голые Пятки Рваные Сапожки Драные Колошки Кому нужны Сапоги К чудо Дереву Беги Лапки Созрели Валенки Поспели Что же Вы зеваете Их не Обрываете Рвите Их Убогие Рвите Босоногие Не придется Вам опять По морозу Штеголять Дырками Заплатками Голенькими Пятками Хорошо Надо мне Поклон Дорогой Корней Иванович Ребятам было Очень интересно Увидеть вас И услышать Ваши стихи В вашем Исполнении И ребята Хотят вас Все поблагодарить И конечно Они надеются Что они С вами Встретятся Еще много Много Раз Правильно Ребята Да АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ